здравствуйте друзья я вам вопросик зачитаю я родом из санкт-петербурга мне 36 лет не женат закончил кораблестроительный институт подписался на ваш канал около полугода назад спасибо очень приятно в настоящее время уже девятый год я проживаю в норвегии где работаю инженером-дизайнером оборудование для прокладки буровых скважин вот как в питере кораблестроителей учат значит они прокладки буровых скважин если оборудование для этого делать могут так имею вид на жительство этой скандинавской страны он как не уезжал там рядом же что там норвегия то так когда я представляю себя в будущем то не могу не думать об америке ибо мечта с детства у меня был небольшой опыт проживания в сша в 2001 году полгода work and travel да а многим крышу сносить я вот видел людей которые побывут на work and travel уже не могли не спать не 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 дышать ничего вот им сносило совершенно взрыв мозга язык знаю жилья я работаю в норвегии мне не хватает горизонтов саморазвития есть огромное желание поменять свою жизнь начать все заново и такой опыт имеется ибо не оказался бы там где сейчас это кстати очень хорошее рассуждение мне нравится вопрос такой надо ли на ваш взгляд позаботиться о получении норвежского паспорта займет год-полтора если не планирую на длительную перспективу оставаться в норвегии когда для человека наступает его время чтобы не проморгать вот этим вопросом мы сейчас и займемся во первых строках моего ответа я хочу сказать что мне очень симпатичен вот человек который за этот вопрос потому что действительно молодец и я думаю что мы все с этим согласимся то есть он сейчас ему 36 минус 9 в 27 лет он попал в норвегию где начал заниматься абсолютно новым для себя занятием и молодец то есть наверное наверное он язык там норвежский освоил хотя не исключено что по-английски но 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 я думаю что оба то есть у него как бы с языками нормально и с инженерными делами и плюсом занимается оборудованием для нефти нефтяных дел для бурения скважин я думаю что это интернационально востребованное занятие то есть не только в норвегии нефть добывают да и я думаю что разрабатывает оборудование для добычи нефти тоже не только в норвегии он на самом деле в такой специальности сейчас находится мое понимание я я не знаю от тонкости но так чисто внешне у меня впечатление такое что он может в очень многих странах мира оказаться востребован и уникальным образом в общем то я думаю что в такой ситуации просто желание работать скажем сша уже вполне достаточно чтобы найти кого-то там чтобы получить работу по этой специальности таким образом это можно и и рабочую визу и там я не знаю и green card и и все что угодно то есть никаких таких фундаментальных проблем я не вижу теперь вот что что касается значит норвежского паспорта я считаю что норвежский паспорт дорогого стоит то есть скажем человек без паспорта европейской страны или человек с паспортом европейской страны это два разных человека можно сказать так открывают открывается очень много дверей когда у тебя есть паспорт европейской страны уже ты можешь работать не не обязательно в норвегии ты можешь быть в англии ты может быть в германии во франции там ты можешь господи так чё там чё там говорить вот ты можешь путешествовать совершенно по-другому по по всему миру и так далее поэтому конечно конечно это дорогого стоит меня немножко не то что беспокоит но так настораживает что вот он холостой еще в 36 лет и я не знаю там не было такого сказано может быть у нее все в порядке просто это вопрос оформления отношений я не знаю ну вообще конечно так такое время уже семью иметь и деток там может быть и так далее но но в целом у нее все в порядке я я хочу сказать что 99 процентов людей которые думают о том что надо бы куда-то ехать куда-то двинуться и в общем как-то менять свою жизнь сказали бы что в том положении в который вот парень находится ему собственно и рыбаться не надо у него и так уже все на месте но вот это еще полтора года будет не паспорт норвежский но вообще все уже сделано но но чего ему больше хотеть но с другой стороны человек хочет больше и во первых он с молоду мечтал во вторых даже в профессиональном плане мы все понимаем что одно дело там заниматься чем-то другое дело заниматься этим в таком месте где там скажем ну передний фронт как бы там мир мирового развития в этой области это две разные вещи поэтому а почему нет конечно ему ему хочется если таланты есть чё же их не развивать и так далее поэтому я как бы это очень хорошо понимаю так же как я понимаю что многие люди скажут что он с жиру месяца и как бы уже имея все он чего-то хочет такого иллюзорного там может быть вот но я понимаю осязаемость этого это не иллюзорно это это очень осязаемая штука и она вполне достижимая даже как бы я считаю что человек совершенно на пути и поможет ли ему в этом например наличие гражданства нет норвежского вряд ли она ему поможет но это как как страховка что ли я не знаю но то есть вот есть уровень ниже которого ты не можешь опуститься вот сегодня у него уровень ниже которого он не может опуститься это гражданство российской федерации вот она у него есть там я не очень уверен с видом на жительство то есть может быть вид на жительство это уровень ниже которого он не может опуститься может быть и может я не знаю может быть может быть вид на жительство как-то так перестает действовать если человек там уехал куда-то на какое-то время и так далее не знаю но когда у тебя уже есть гражданство норвегии ту как бы меньше у тебя не будет и это неплохо это ведь не только допустим ну свободы передвижения это на самом деле социальные там программы которые есть в стране это это некоторая такая подпорка снизу во всех во всех отношениях это это неплохо это совсем неплохо и я я думаю на самом деле что если бы у него уже была синта супруга может быть там двое деток он бы по-другому смотрел на и на америку и на то где им лучше находиться вместе как семье то есть может быть он бы сказал что в европе ему даже и лучше мы еще не знаем что его жена сказала бы по этому поводу вот поэтому но вот при том раскладе который сейчас есть я бы ждать не стал то есть вот скажем так у него есть европейская там green card это когда вид на жительство значит гражданство своим ходом идет что там на идет и пусть идет он в это время начинает вести разговоры наверное у него есть с кем вести разговоры поскольку он знает компании работающие в этой области и там и в америке не знаю где еще они бывают но то начинают с ним вести разговор они вступают какие-то там отношения возникают какие-то предложения и так далее то есть это время найти она она не обязательно срабатывает за неделю вот если вдруг давайте по ситуации если вдруг ему завтра говорят ну я не знаю там первого сентября ему говорят знаешь чего давай-ка выходи к нам на работу там допустим они по какой визе я сейчас я сейчас даже не знаю ну допустим вот нашлась какая-то виза для него неизвестная мне пока чтобы 1 сентября начать работать ему давай так выходи мы для тебя с 1 сентября начинаем делать green card вот и там глядишь она будет готова там я не знаю там через какое-то время он может сказать ребята давайте так вы начинаете делать на меня green card пока я в норвегии там как на особо одаренного и там еще чуть можно делать кстати можно делать green card у человека без того чтобы он находился в сша и чтобы он у тебя работал то есть такой процесс можно запустить это это делает на чем можно сказать ребят делайте пока на меня green card вот она там займет может быть сколько там год полтора далее приедете уже с green card и так то есть уже меньше чем green card у вас не будет и к этому времени и гражданство европейское там норвежское подойдет вот собственно и все то есть может быть так поступить если если есть такая возможность есть если есть такая востребованность профессии там так далее то есть может быть даже не надо менять ничего на другую профессию я не знаю зачем его менять если у него хорошая ходовая профессия вот его у меня лично вызывает большое уважение я хочу сказать за три месяца на курсах там портнов компьютер скул такому не научит я даже подозреваю что если взять сотню среди среднем таким случайным способом выбрать сотню выпускников там ленинградского или там как он санкт-петербургского кораблестроительного института то хорошо если пяток из них в состоянии были бы вот так переучиться как он и переключиться в новую область я я не знаю так подозреваю что вот даже на его уровне там образование так далее это доступно очень и очень небольшому количеству людей с точки зрения талантов с точки зрения воли усилий там и так далее поэтому так мне кажется в общем у парня все в порядке ребят и давайте мы его пожелаем чтобы у него и дальше было все в порядке и пусть пусть только расскажет как чего дальше да то что же мы так вот интересуемся счастливо всем успехов